Всем привет ребята! Сегодня у нас последняя экскурсия. Экскурсия от комплекса Аквало. Мы заказали экскурсию здесь 33 водопада. Она говорит, что 7 часов экскурсия и вас будут завозить совершенно разные места. Мы едем вот этой маршруточкой на Аквало их машина. Вот здесь значит какая система может кто будет интересна, может кто будет в этой местности. Оплата значит за услуги машины одна, а экскурсоводу за входы везде на эти водопады там всякий взнос другая. Отдельная плата. В общей сложности экскурсия получается если 500 здесь и там 850 1350 человек получается. Примерно так. Мы не знаем еще там какие-то входы будут. Это та информация которую нам здесь пока что дали. Это очень приемлемая цена за такую длинную экскурсию плюс очень нравится что вывозят отсюда и привозят сюда. Это классно. Не надо электричкой. Сразу в номер отдыхать очень хорошо. И нравится что ни одно место. Потому что я думала что 33 водопада это какое-то место где ты просто проходишься по водопадам и и уехал. Нас сказали каким-то деревьям там завезут красивым еще что-то. В общем поехали с нами. Надеемся что и вам понравится и нам понравится. На всем протяжении маршрута сопровождать вас буду я ваш экскурсовод. Завод меня Эмми. У нас будут выходы. Если по какой-либо причине вы отстали или задержались дайте мне об этом знать. А вот то что дерево тюльпанное я думаю это необычно. Почему оно тюльпанное? В мае и июне месяце оно цветет натуральными желтыми тюльпанчиками с красными прожилками. Первое место экскурсии вот такое огромнейшее дерево. Очень высокое. Огромнейшее. Привезенное. Говорят здесь с Америки. Оно посажено много лет назад. Официально 150 версия лет назад. Но приезжали те кто занимается такими деревьями. Говорят ему около 400. Тюльпаноносный. Тюльпанное дерево в общем ребята. 8 человек обхватывает его. Высота какая? Высота какая? 35 метров. Вот это мощь. Это просто Боря мощь. Да. Тюльпанчик. Тюльпанчик маленький. Говорят его раскололо. Видите вон скрепили его. Расколола молния. И его залили там каким-то раствором. И скрепили скобами. Смотри цепи какие. Да. Чтобы оно дальше не раскололось. Чтобы оно жило еще. И залили сердцевину серебром. Это тут все экскурсовод. Такая экскурсия прикольная. Экскурсовод по дороге не просто молчит. Мы не просто едем. Она все рассказывает. О всех городах. О нем. Там еще что-то. Каких-то усадеб. Ну иди обнимайся Максимом. Пойдем обнимись. Да. Максимка пойдем обниматься. Давай такое у себя посадим. Да. Хочу ваше внимание обратить на то, что он цветен. Белыми цветочками как у жасмина. Родина Китайская. Чайная плантация. Признаки. А вот почему он растет в подстриженном виде. Если его не стричь, он перерастает в дикорастущий. Побеги не столь цены, как на мотивированные. О летающая птица. Мы теперь шли к тебе поживиться. Чаи продают. Ну разное такое все. Пасека. А, это мед. Дегустация меда сейчас пьет. Мед раз разнотравим. Разнотравим. Или это мята, или мелиса, и что здесь только меда. Белая акация. Пробуй. С Украины. Сразу, да? Мед, да. Акация, родная. Каштановый мед я бы попробовала. Говорят, им лечат все заболевания. Ой, как он пахнет. Кстати, говорят, что растет каштан во многих странах. Но у нас пчела умеет собирать его в пыльцу. Потому что специально вывели пчелу такую с более длинным хоботком, которая может собирать каштановый мед. Какой же он горький. Для меня он такой горький, этот каштановый мед. Но он лечебный. Его не так кушать, именно как лечебный. Мы столько много информации здесь узнали. И даже несмотря на то, что мы и так уже много о меде знали, о прополисе, о молочке, и все равно полезно было так познавательно. Сыроварня. Дегустация сыра. Сувагуни. Свежий и копченый. Это балык, а это... Это косичка. Косичка. Дальше дегустация чая. Летнего типа, не этапы. Вы здесь не мерзнете? Это грецкий орех. Как вы рассказывали. Вкусно. Грецкий орех в меде? А что ты захотел взять? Не, я же сладкая не. Это был грецкий орех, вареный в сахаре. Как варенье. Да, как варенье. Зеленый, с кожурой вместе. После экскурсии вот здесь будет концерт для нас. А сейчас можно заказать себе блюдо на вечер. И когда мы подъедем, нам приготовят. Сейчас посмотрим, что здесь есть. Может быть, что-то выберем покушать. Потому что будем голодные после водопада. Быть нам голодными. Цены, конечно, очень заоблачные. Все идут на дегустацию вина. Мы воздержимся. Мы в машине посидим, пообщаемся. Тут теплее. И что нам поры нюхать, скажи? Из-за того, что мы были уверены, что успеем на ужин, мы ничего с собой особо не взяли покушать. Поэтому сейчас вот зашли в мини-маркет. Будем что-то покупать. Взяли лаваш, взяли томатный сок. И Боря пару сникерца взял. Все. Ни Боря, ни я голодные не будем. Надо с собой, в общем, вы, если вы ездите, если вы ездите с собой на экскурсии, берите с собой еду обязательно. Потому что экскурсии длинные. И места, где проводят экскурсии, уже не первый раз мы убеждаемся. Все равно дороговато. Срочно утепляемся. Потому что сейчас мы переходим из комфортного мини-венчика на ГАЗ-66. Заходим в ГАЗ-66. Вот такую мы машину хотели купить, когда только переехали. Голову? Да. 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 И сейчас мы поедем. Экстрим на шишике! Идем на водопады. Здесь рынок и водопады. А вот сыры продают. О, форель, шашлычок, картошечка. Сувениры разные. Ой, и хрума местная. Вход на водопады 100 рублей, но льготные категории бесплатно. Мы попадаем под гольфную категорию. Нагодетные. Так что нас пустили бесплатно. В принципе, нормально 100 рублей для входа на водопад пойдет. Единственное, что жалко, что мы приехали под конец святого дня. Темно уже, темно. Хоть хотелось фотографии наделать, видео наснимать. Ну попробуем что-то по-быстренькому вам снять. Здесь ровно 33 водопада. Насчитали, это нам экскурсовод рассказала. А доступ посетителям к 16 есть. Короче, здесь вот такой каскад водопадов. Боря продолжит путь дальше, чтобы вам поснимать. Я пойду вниз, потому что мне сложно... Ты меня подожди, я сейчас приду. А там долго идти? Нет, недолго. Я быстро. Сейчас пройдемся. Тут оказывается, длинная дорога вверх. Не пойду я дальше. Пойду к Танюшке. Вот такие вот леса, места и скалы. Скалы очень такие живописные. Но не хватает солнышка. Очень крутой вид. Просто аж голову закручивает и дух захватывает. Вы знаете, летом, наверное, здесь такая красота. Потому что сейчас осенью деревья обволакивают всю воду. И очень много листвы, вернее деревья, говорю. Деревья осыпаются и много очень листвы. Листва осыпаются, а не деревья осыпаются. Ну с деревьев листва осыпается. Короче, у меня уже все от усталости. А летом листвы нету и здесь, наверное, чистая такая вода. Вообще красота. Приехали мы, где мы будем кушать. Ну ресторанчик или как правильно это назвать? Две машины. Но вы знаете, перебор беременным жестко не рекомендуется. Вообще. Меня посадили на обратном пути наперед к водителю. Там еще хуже, чем стоять. Потому что когда ты сидишь и вот все, получается, идет это. Я уперлась ногами спереди, руками в левой рукой в бак. Это не бак, там двигатель. И в подвешенном состоянии практически не сидела. Сидела только когда по ровной дороге. Ехали, слава богу, назад мы ехали больше по трассе. Да, да, да. И я так только где-то подвисла и вешу. А я переживаю, думаю, как моя солнышко переживет эту дорогу. А честно, я не знала. Я думала так, прокатают немножко и все. Но чтобы вы поняли, что туда дорога только через вот этот газ на водопад. Везут туда только этим, потому что добраться это поняла то ли можно, то ли нельзя. Не, а как ты доберешься? По реке. Короче, так что у нас такая картина с маслом, что беременным сюда нельзя. Собирается народ со всех экскурсий. Да, очень много. Через минут пять будет уже начало. Немножко вам поснимаем, что здесь за концерт. Идем собиться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 достоинства, не пустой звук, а верность – это кредо жизни. За мужчин, которые верны стране, где они живут. За мужчин, которые верны своим семьям, женам и детям. За мужчин, которые верны дружбе до последнего вздоха. Адыги говорят, настоящий мужчина после себя оставляет две вещи – честь и память. Я молюсь Всевышнего, что память о нас придавал нашим детям силу, а наша честь служила для них зеркалом. Я хочу поднять и выпить этот макар за мужчин. В нашей стране есть такая замечательная прословица. Я думаю, она как раз такую ситуацию и характеризует. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Вы готовы увидеть, как они любят друг друга? Я прошу наших мужчин встать с правой стороны нашей сцены. Может, мы лучше, чем вы клин признаете? А нашу клинок очаровательных женщин попрошу встать с левой стороны нашей сцены. И сейчас, дорогие наши гости, на наших глазах наши три прекрасно-великолепные пары признаются приплик друг к другу в странство «Лизгин». Мужчины попали, у них такие глаза. Женщине просто крутится вокруг себя, да и все. Если вы действительно приходите друг к другу мужем и женой, что такое «Лизгинка»? Это всего-навсего танец. Но я должен сказать, что «Лизгинка» имеет ряд ограничений. Первое. Партнеры не могут касаться друг друга в танце. И второе. Пожалуйста, не путайте «Лизгинку» с другими танцами. А то знаете, как у нас иногда бывает? Начинается музыка. Мужчина выходит, гордо становится. А вот женщина как-то странно вокруг него танцует. Такое иногда показывают по телевизору, но поздно вечером. А я так смотрю по нашему залу, у нас шоу «Два плюс». «Два плюс». Я прошу нашу первую пару подойти к нам. Дорогие друзья, уважаемые гости, здесь сейчас в нашей сцене, наши три красивые, прекрасные пары признались в любви друг к другу. И признание это было искренне. Признание это было прекрасно. Признание это было веникалином. Мы в таком восторге. Очень круто такое. Говорю, здесь можно было без водопада. Стоило оплатить эту экскурсию только ради этого концерта. Час где-то шел концерт. Настолько классно. Мы увидели всего лишь кусочечки из того, просто мы в полнейшем восторге, король. На этом будем видео заканчивать. Я скажу так. Если вы будете в этих краях, в Аквало или где-то поблизости, не поленитесь даже сюда доехать электричкой и съездить на эту экскурсию. Настолько много мы получили эмоций. Единственное, смотрите, если вам нельзя тряска на газе, будьте внимательны, тогда, конечно, эта экскурсия не для вас. Но если вам позволяет на газе проехаться по реке... Да ты на восьмом месяце беременности, на семь с половиной. Но беременным категорически не рекомендую, поэтому... Вот реально не рекомендую, потому что может обратиться экскурсия родами. Это никому не надо. Если вы, конечно, 38-40 недель, можно, в принципе, экстремально. А поехали, мы же родим экстремально в газе. Тогда можно добро пожаловать. А так полнейший восторг, полнейший просто. Очень классно. Просто слов нету. Да, слов от восторга нету просто. А цена вообще для такой экскурсии – это капля в море. Мы вообще в шоке. В общем, эмоции переполняют. Будем прощаться. Пока, пока. До новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok